Добрый день! Меня зовут Удовина Наташа, я художник компании Таир. Сегодня я хочу рассказать, как писала абстрактную картину акриловыми красками на большом холсте. Работать я поехала в гости в творческой студию Аси Горшуновой. Атмосфера и интерьер мастерской очень располагаются в занятии искусства. Первым делом я нанесла на один из углов картины кракелюрный лак для создания трещин в краски. Одна из особенностей одношагового каркелюра заключается в том, что краску на него нужно наносить быстро, желательно одним мазком. Поэтому угол с каркелюром я буду закрашивать в последнюю очередь. Лак как раз успеет высохнуть к тому моменту. Вообще формат готовой картины вертикальный, но изначально я положила холст горизонтальный, потому что так удобнее наносить длинные широкие мазки и создавать нужные переходы цвета. Я рисую по заранее подготовленную эскизу. Он прикреплен у меня к верхней части мольберта и стараюсь придерживаться заранее продуманной цветовой схемы. В работе использую художественные краски акрил арт. Это густой акрил, который отлично держит рельефную форму мазка после высыхания. Он идеально подходит для работы шпателем и мастихином. После высыхания краски сохраняют свою яркость, но немного теряют в блеске, приобретая приятный полуглянцевый финиш. При желании для возвращения блеска используется финальная лакировка глянцевым лаком. Но лично я не очень люблю глянец, присущий, например, маслу. Но это, разумеется, дело вкуса. Видите, как аккуратно я обошла каркелерный угол? Как я уже говорила, работа по каркелерному лаку лучше одним мазком. Если долго вводить по одному месту, пытаясь нанести плотный слой, краска может начать некрасиво сворачиваться. Если что-то не вышло с одного мазка, лучше внести корректировку после схватывания первого слоя краски. Чем толще был нанесен слой каркелерного лака, тем более широкие получаются трещины в краске. После окрашивания каркелерного угла переворачиваю картину в вертикальное положение. Каркелерная часть будет символизировать воду, поэтому я прорисовываю линию горизонта и заканчиваю второй угол. Кстати, вот еще важный момент про каркелер. Очень часто новички жалуются, что нанесли каркелерный лак, а он не начал трещать. Этот лак очень капризный в плане температуры и влажности воздуха. Если лак не трещит или трещины появляются очень медленно, эта проблема решается подсушиванием теплым воздухом с феной. Заканчиваю работу, добавляю над водой очертания здания. В моем замысле это была Петропавловская крепость с ее шпилем золотой манглой, летящей над водой Невы. Но абстрактная живота всегда позволяет интерпретировать замысел автора и увидеть что-то свое. Многие действительно считали мой образ Петропавловки, но кто-то увидел корабли, а кто-то восточные пагоды. А вы применяете различные декоративные эффекты в живописных работах. Мне нравится совмещать разные техники. Это помогает придать картине больше выразительности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова